на год раньше, то есть с шести лет. Правительство поддержало соответствующие поправки к закону об образовании. Изменения также означают, что подготовительная программа в дошкольных заведениях будет длиться год, а не два. Впервые идея о том, что дети могли бы идти в школу с шести лет, прозвучала еще в декабре прошлого года, а две недели назад ее снова озвучил президент Латвии Валдес Затлерсна в неочередном заседании правительства. Такое нововведение окажет существенное влияние на всю систему образования. Учитывая то, что первоклассники станут моложе на год, изменится содержание учебной программы. Эксперты пересмотрят стандарты по предметам и требования к учащимся. Один из главных аргументов в защиту нововведения. Минобразование считает, что такой шаг позволит увеличить количество трудоспособного населения на 18 тысяч человек. А вот работники образования в целесообразности нововведения не уверены. Если не оставят нам варианта, значит будем обучать шестилетних, четырехлетних, трехлетних. Учитель очень гибкий, в общем-то по своей сути человек и подготовлен к жизни так, что он сможет перестроиться. Но чего это будет стоить? Интересно, главное, чтобы были такими же гибкими. Ну, конечно, конечно. А дети с каждым годом идут все проблемнее, потому что, вы же знаете, проблема здоровья ребенка. Какое количество в процентном отношении рождается совершенно здоровых детей. Оно мало и с каждым годом становится все меньше и меньше. Дети сложнее. Такая нагрузка в шесть лет, конечно же, не каждому по плечу. Да, это может быть так называемая дезадаптация школьная. Конечно, она может быть и в семилетнем возрасте, понятное дело. Но все-таки по психологическим особенностям шестилеток им адаптироваться намного сложнее. Именно потому, что эти дети еще, скажем, не выросли. То есть в семилетнем возрасте это все происходит более безболезненно. То есть адаптация к школе и так далее.